Здесь развернутся международный вещательный центр и главный пресс-центр. Здание условно разделено на две части, для пишущей братья и для снимающей. Они не могут заходить на территорию друг друга. Для них созданы отдельные входы. Это международное требование. Мы находимся в данный момент, это главная улица медиа-центра, прогулочная зона, можно ее назвать так же. Справа-слева расположены двери, это помещение вещателей и журналистов. Это место отдыха, отвлечения от работы, от офисной работы, сидением за столами, за компьютерами. Здесь будут предусмотрены лавочки, далее будет фудкорт со всевозможным фастфудом и зоной отдыха. Потолок на центральной галерее стеклянный. Такая конструкция крыши не только украшает помещение. На языке строителей это арочный фонарь или потолочное окно, через которое поступает естественный свет. Несмотря на внешнюю хрупкость, кровля достаточно прочная. Стекло способно выдержать вес человека. По всему зданию проложены сотни километров коммуникаций. Рядом с медиа-центром строится площадка для антенного поля. Чтобы трансляция Олимпиады прошла без сбоев, учитывая количество аппаратуры, на территории центра будут работать три распределительных пункта энергии и 13 трансформаторных подстанций. Кроме того, будут установлены дизель-генераторы для резервного питания. А чтобы журналисты со всего мира не замерзли, построен самый большой индивидуальный тепловой пункт в России. Он также в случае необходимости сможет переключаться на автономный режим работы. Буквально в двух шагах от медиа-центра построена трехзвездочная гостиница для журналистов. В ней будут жить 600 представителей СМИ. Из гостиницы до рабочего места несколько минут пешком. В комнатах осталось расставить мебель. Интерьер выполнен в сдержанных цветах, а вот снаружи гостиница яркая. Каждому этажу, всего их восемь, соответствует свой цвет радуги. Уже собирается мебель, монтируется сантехника, то есть осталось совсем немного. Потом клининговые компании наводят чистоту и можно принимать гостей. На территории возле главного медиа-центра и гостиницы для журналистов рабочие завершают укладку плитки на тротуарах. Практически выполнено озеленение. Благоустройство уже подходит к концу, осталось самая малость высадить кое-какие растения. Растения здесь в принципе представлены в соответствующей климатической зоне, то есть это магнолии, произрастающие в Сочи, кипарисы, пальмы. Деревья и кустарники высаживают неприхотливые. Для них сочинский климат родной. А после рулонным газоном будет застелено 350 тысяч квадратных метров. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.